Приветствую вас. По вашему описанию я могу предположить, что речь идет о навязчивых мыслях. То есть у вас имеют место быть навязчивые мысли. Вот. К сожалению. И мне так вот видится, что, ну, именно с навязчивыми мыслями в первую очередь нужно работать. Навязчивые мысли, они, как правило, возникают из-за некой такой тотальной неудовлетворенности. Навязчивые мысли выникают из-за невозможности реализовать свои желания, реализовать свои потребности. Навязчивые мысли выникают из-за запрета себе чего-либо. Да. Вот. И как результат, как следствие этого. Проблематика заключается в том, что вы вот чувствуете себя, ну, не самым лучшим образом. Именно из-за вот, ну, именно по данной причине. Такая вот история. Я могу, ну, так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. И, соответственно, это то, что можно сказать. Вот. Ну, в первую очередь, в первую очередь, я думаю, речь идет все-таки о подавлении своих желаний, о подавлении своих эмоций, о подавлении своих чувств. Вот. Вот. И именно это вам нужно открывать. То есть вот как-то вы себя со своим вот соседом, как-то вы себя своим соседом подавляли. Вот. И... С чем это связано? Почему это так? Ну... На мой взгляд, нужно выяснять. Как минимум. Вот. Тут очевидно, что он сосед вас в какой-то степени вверх. Очень... Негативное... Ну, состояние, да? Вот. И в результате этого вам так вот тяжело сейчас. Вот. Ну, это все корректируется, это все направляется. Главное, что у вас было желание в этом направлении работать. Вот. Такая история. Я надеюсь, что вам этого будет пока что достаточно. Вот. И... Именно... 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 Именно пока что. Вот. Вот. А дальше уже можно будет посмотреть. Ну, то есть дальше уже можно будет смотреть, зависимо от того, что вас беспокоит, как и почему. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.